Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья. Часто в разных обстоятельствах, слушая, что люди говорят и как говорят, я решился вновь на цикл передач, посвященных слову. И сегодня я предлагаю вашему вниманию размышления о сквернословии. Сегодня мы будем говорить о грехе языка, ведь грех языка один из самых труднопреодолимых. И потому так часто появляется соблазн посчитать его незначительным, как-то оправдать, не заметить. Да, действительно, наш язык неиссякаемо богат. Возможности нашего языка, разнообразия красок, оттенков, словесных и звуковых нюансов представляются каждому из нас безграничными. Но что имеет в виду современный человек, когда говорит, я был взбешован или меня это бесит? Наверное, в большинстве случаев просто крайнюю степень раздражения. И хотя корневая основа подобных слов ясно указывает на их происхождение от слова «бес», в наше время это мало кого может смутить. Однажды мне попалась на глаза рецензия на новый спектакль, где восторженно сообщалось, что премьера прошла с бешеным успехом. В своих сетевых дневниках тенейджеры пишут, как они классно побесились на рок-концерте. А ветеринары делают домашним животным прививки от бешенства. Такое в высшей степени безразличное отношение к употребляемым словам легко объясняется простым, но печальным фактом. К сожалению, люди сегодня очень плохо представляют себе, кто же это такие бесы. Откуда они взялись? Какими качествами обладают? И стоит ли отождествлять себя и окружающих с этими существами? Пусть даже всего лишь на уровне фигуры речи. Мне думается, что для людей, не склонных к чтению религиозной или оккультной литературы, едва ли не единственным источником знаний о бесах ставится литература художественная. И тут с некоторым недоумением приходится признать, что даже в произведениях классиков описание нечистых духов весьма противоречиво, неоднозначно и скорее сбивает читателя с толку, чем помогает разобраться в сути дела. Писателями создано целая галерея различных образов, которые весьма не похожи друг на друга. С одного фланга в этом ряду стоят фольклорные изображения беса в произведениях Гоголя и Пушкина. В этой версии бес представлен как достаточно нелепое и бестолковое существо, с противной наружностью, настолько низким интеллектом, что даже простой деревенский кузнец легко подчиняет его себе, используя в качестве транспортного средства. Или же вооружившись куском веревки и парой незатейливых мошеннических трюков, злого духа запросто обводят вокруг пальца известный пушкинский персонаж с красноречивым именем Балда. А на противоположном фланге галереи литературных бесов – булгаковские, воланды – это уже едва ли не всемогущий вершитель человеческих судеб, средоточие интеллекта, благородства, справедливости и прочих положительных качеств. Человеку бороться с ним бессмысленно, поскольку по булгакову он практически непобедим, ему можно только с благоговением подчиняться, как в «Мастеры Маргарита», или погибнуть, как Берлиоз, ну а в лучшем случае повредиться рассудком, как поэт Иван Бездомный. И вот две эти крайности в литературном изображении бесов естественно формируют у читателя такие же крайности и в отношении к изображаемым. От полного пренебрежения пушкинскими бесенятами недотепами, как, безусловно, сказочными персонажами, до полной уверенности в реальном существовании воланда-сатаны. «Суеверного ужаса перед его могуществом», а иногда и прямого поклонения духом тьмы. Ничего удивительного тут нет. Сила художественного произведения в том и заключается, что литературный герой начинает восприниматься нами как настоящий. В Лондоне, например, существует вполне реальный музей, посвященный вымышленному сыщику Шерлоку Холмсу. А в Советском Союзе настоящие городские улицы называли именем пламенного революционера Павки Корчагина, невзирая на его стопроцентное литературное происхождение. Но в случае с художественными образами бесов мы имеем совершенно иную ситуацию. Дело в том, что даже в пространстве литературного произведения духовный мир существует не в рамках человеческой истории, а параллельно ей его обитатели не стареют, не умирают и не подвержены влиянию времени. Они всегда рядом. И если предположить, что у вымышленных персонажей того же Михаила Булгакова существуют реальные прототипы в духовном мире, то следует признать, что читательский восторг и преклонение перед Воландом явно выходят за рамки литературной проблематики. Здесь возникают уже гораздо более серьезные вопросы. Например, в какой степени образ беса, созданный художественным воображением писателя, соответствует духовной реальности? Или насколько безопасны для человека отношения к бесам, сформированные их литературными образами? Очевидно, что на эти вопросы литература ведения ответить уже не может. И поскольку в европейскую литературу бесперекочевал из христианской религиозной традиции, разумно было бы выяснить, что же говорит об этом существе христианства. Но вот об этом мы поразмышляем в следующей передаче. Субтитры создавал DimaTorzok